Сегодня около 11 часов на крыльце Приморской поликлиники в Архангельске скончался мужчина 52 года рождения. По словам очевидцев, северянину стало плохо. Проходящие мимо люди вызвали скорую и обратились за помощью к работникам медучреждения. Впрочем, помочь ему медики так и не успели. На месте происшествия работают сотрудники регионального следкома. Удалось узнать, что мужчина проживал в Рикосихе и шел в поликлинику на прием. По неподтвержденной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Я считаю, что погиб человек только по вине, что медики, крыльцо медиков просто, никто не сделал вообще ничего просто. Помазать нашатырем и помассировать тебе грудь, которую даже массажем не назовешь. Я, честно, старалась, мы с подругой в слезах ушли. До Арктического форума осталось чуть больше недели, а подготовительной работы еще немало. Об этом говорили сегодня в администрации города. Вывезено свыше 50 тысяч кубометров снега. Убрать предстоит еще столько же. Водоканал ликвидирует подпоры на сетях канализации. Свыше 200 проблемных участков стали работать в штатном режиме. Особое внимание зонам отдыха среди них и Красная пристань. Очень большой объем работы по Красной пристани, связанной со снегом, с вывозкой снега. Большой объем работы там же в районе морского музея. Лестница, которая идет к морскому музею с улицы, значит, набережная Северной Длины, она там практически завалена снегом. То есть эту территорию там большая частью ручная уборка по лестнице, имею в виду. Но то, что внизу огромная куча снега, вот это необходимо отработать с нашими коллегами. Если они не могут или не успевают, необходимо оказать помощь. Снег должен быть вывезен. Напомним, что 25 марта в Архангельске вновь пройдет общегородской субботник. По фактам падения снега с крышной людей заведены уголовные дела. Напомним, 16 марта со здания на пересечении улиц Адмирала Кузнецова и Кедрова снежная глыба упала на мужчину и его 4-летнего сына. Через некоторое время с крыши торгового центра «Троицкий пассаж» на голову женщине упал лед. Уголовные дела возбуждены по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Всех очевидцев происшествий просят позвонить по телефону в Архангельске. Номер сейчас на ваших экранах. Хоккей на валенках, соревнования по шахматам, образовательные семинары в САФУ, выступления музыкальных коллективов. Культурная часть Арктического форума включит в себя свыше двух десятков различных мероприятий. Сегодня в правительстве области журналистам рассказали о самых интересных. С полным списком всех мероприятий, которые пройдут во время проведения Арктического форума, можно ознакомиться на сайте форума – форумарктика.ру. 28 марта в нашем концертном зале Дома народного творчества мы приглашаем жителей нашего города на концертную программу «Голоса Арктики», где они смогут познакомиться с такими коллективами, как «Зерниёль» – это ансамбль народной песни и танца Республики Коми. В Архангельске впервые пройдёт Международный молодёжный форум «Арктика. Территория смыслом». Старт ему будет дан 27 марта. Место дислокации – палаточный лагерь на лыжном стадионе в Малых Карелах. Соберётся почти 200 участников с разных регионов России и зарубежья. В числе делегатов – граждане Канады, США, скандинавских стран. На площадках форума они будут обсуждать вопросы развития арктических территорий. Любые всероссийские международные мероприятия, они развивают территорию, развивают инфраструктуру территории. Для проведения этого форума мы должны выполнять определённое техническое задание. Обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на территорию форума с максимальной пропускной способностью 1,5 гигабита в секунду. И обеспечить наличие санитарных блоков. В САФО заканчивается подготовка к Международному арктическому форуму. Уже готов пресс-центр и помещение в главном корпусе. Заканчивается отделка актового зала и строительство выставочного центра. На проведение университета в соответствии статусу главной площадки форума ушло 3 месяца круглосуточной работы и 400 миллионов рублей. После проведения ремонта это помещение на период форума мы передаём Росконтрессу. Общая площадь передаваемых помещений 46 тысяч квадратных метров. В Архангельске состоялся третий телевизионный сезон региональной олимпиады наследники Ломоносова. В этом году полуфинальные игры получили тему освоения Арктики забытой экспедиции, что вполне созвучно с главным событием весны. В конце марта столица региона будет принимать участников Международного арктического форума. Тема Арктики ребятам понравилась, хотя изучить всё при подготовке к играм, конечно, оказалось нереально. Было два вопроса из 150, которые мы не знали. Например, численность населения новой земли без учёта коренного населения в 1930 году. Сейчас мы выяснили, что численность населения новой земли составляет около 2000 человек. Девять победителей примут участие в финальном этапе областной гуманитарной олимпиады наследники Ломоносова, который пройдёт в мае. По итогам этих игр призовая тройка получит право на участие в телевизионном проекте Первого канала «Умники и умницы». В Архангельске завершился фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец». За неделю на ледовых аренах столицы Поморья и лыжном стадионе в Малых Карелах было разыграно 156 комплектов медалей. Спортсмены Архангельской области взошли на пьедестал почёта во всех видах программы. Такого уровня соревнования у нас прошли впервые. В четырёх видах спорта участвовало у нас 655 участников. Участники были с Москвы, с Онеги, с Котласа, с Челябинска, с Удмуртии, с Перми. Но, конечно, основную массу медалей завивали спортсмены из Архангельска. Если в лыжных гонках, биатлоне и особенно конькобежном спорте северяне изначально рассчитывали на награды, то выступление архангельских спортсменов в шорт-реке приятно удивило. Этот вид дебютировал на поморской земле. Однако наши конькобежцы смогли взять сразу 10 наград. Три из них – высшие пробы. Два золота завоевал Савелий Алмазов, одно положила в копилку команды Анастасия Дроздова. Завтра в Архангельске и по области облачно. Небольшой мокрый снег с дождём. Ветер юго-восточный и южный слабый. Днём до умеренного. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова